Ремонт идет точно по графику. 27 августа энергетики ПЭЦ будут готовы подать горячую воду в жилые дома Абакана и Черногорска. Следком возбудил уголовное дело после инцидента, который произошел в пятой школе Абакана. Мальчишки привязали своего сверстника к столбу пищевой пленкой. Современный город и современная система образования. Сегодня эти вопросы стали основными на ежегодной августовской педагогической конференции в Абакане. 30 семей в ближайшие дни получат денежные сертификаты на подготовку детей к новому учебному году. Все это в рамках благотворительной акции «Абакан идет в школу». Здравствуйте! В эфире телеканала «Абакан-24» информационная программа «Сегодня» в студии с обзором событий четверга. Татьяна Крапевина. Не переключайтесь. Начнем с городских тем. Ремонт идет точно по графику. 27 августа энергетики ТЭЦ будут готовы подать горячую воду в жилые дома Абакана и Черногорска. Сейчас все коллекторы уже заполнены, завтра их поставят на циркуляцию, а финальным этапом станет запуск котла. В субботу горячая вода должна появиться в квартирах горожан. И это уже зависит от расторопности управляющих жилищных компаний. Не металлоконтроля на общем паропроводе «Абаканская ТЭЦ» – это тоже немаловажная работа. Проведение вот этого металлоконтроля, технического диагностирования позволяет эксплуатировать безопасно дальше оборудование. Вот это основные... 1900 экономических светодиодных светильников вместо старых ламповых. Абакан готовится к очередному этапу модернизации уличного освещения. Все эти работы будут выполнены в рамках энергосервисного контракта, подрядчиком которого мэрия города определит по итогам аукциона. Планируется, что устаревшие фонари заменят на основных транспортных магистралях и в жилых районах столицы Хакасии, в частности, в 9-м и 10-м. В бюджете любого муниципалитета, будь то село или город, уличное освещение – традиционно одна из самых затратных статей расходов. Проще говоря, чем больше фонарей, тем существеннее сумма средств из казны на их содержание. Но есть способ их снизить – энергосервисный контракт. В Абакане он действует с января 2021 года. Для городского управления коммунального хозяйства это был первый опыт работы с подрядчиком, специализированной фирмой в рамках муниципальной программы по энергосбережению. В нашем случае энергосервисный контракт, сейчас готовим второй этап этого энергосервисного контракта, экономия по уличному освещению электроэнергии. То есть меняться будут наши обычные светильники с лампами ДНАТ. Ну, скажем, это лампы, которые мы в основном видим по нашему городу, имеют такой желтоватый оттенок. Потребляют они 250 ватт, что и немного, но и немало. Но те светильники, которые мы планируем установить, то есть придется подрядчик в ходе конкурса, должны потреблять значительно ниже, но при этом не потерять в освещенности. По условиям контракта замену светильников осуществляют сами подрядчики. За свой счет. Они являются их собственностью, пока действует договор. Определенный процент экономии и затрат на уличное освещение служит компенсацией за работу. Это принцип действия энергосервисного контракта. В 2020 году мы уже первый этап отыграли. Было у нас установлено, заменено 1078 светильников в различных районах города. Сейчас у нас показатели по экономии, конечно, значительные. На втором этапе 1883 светильника у нас получается под замену. То есть вместе с тем порядка 3000. Основные улицы, которые у нас попали в этот энергосервисный контракт, ну он сейчас не контракт, пока документация, скажем, аукционная, Дружбы народов проспект, Катя и Перекрещенко, коммунальный мост и в Красном Бакане. А 10-й жилой район у нас, особенность-то в чем получилось, что 10-й район вошел весь сюда, в энергосервисный контракт. То есть там линии у нас в отличном состоянии, именно по уличному освещению. Что касается старых ламповых светильников, на смену которым приходят более современные, светодиодные, для них найдется другое применение. Списывать в утиль их рано. Они еще послужат жителям города на тех улицах, где о фонарях пока лишь мечтают. С 1 сентября в Абакане начнут избавляться от рекламных штендеров. Такие конструкции ухудшают условия и безопасность дорожного движения, создают помехи для пешеходов, уборки улиц и тротуаров. В нарушение всех правил штендеры крепят к деревьям, приваривают к городским ограждениям, размещают на тротуарах. Зачастую они просто валяются на газонах. Это не только некрасиво, но и при штормовом ветре еще и опасно. Как рассказали в городской мэрии, с 1 сентября на территории Абакана начинает действовать запрет на размещение переносных рекламных конструкций. Если к началу осени штендеры у магазинов и предприятий останутся, владельцы штраф пока не получат. Но сам штендер увезут коммунальные службы города без предупреждения. Поэтому во избежание неприятных последствий лучше уже сейчас сменить свою рекламу. В редакцию нашей программы обратились абаканцы. В сквере на улице Крылова кто-то переломал все уличные тренажеры. На проспекте Ленина жители дома недовольны тополем у дома. А жильцы вокзальной 28 обеспокоены тем, как отремонтировали их двор. Надежда Савельева проехалась по проблемным местам. Жители дома по улице Крылова, 75, очень огорчены. Все потому, что в сквере рядом с их пятиэтажкой переломаны практически все уличные тренажеры. У одного из них нет педали, а здесь, как видим, отсутствуют элементы для тренировки рук. Сейчас недостающие детали изготавливают у нас. Ну, дня два-три точно надо сделать многообъемную работу. Ну а сейчас мы на вокзальной 28. Здесь жители недовольны. Как проведен ремонт в их дворе? Реконструкция проводилась в прошлом году. И, как считают местные жители, проведена она совершенно некачественно. В прошлом году у нас был проведен ремонт дворовых территорий. В том же году уже был сломан один из тренажеров. Не горят уже у нас светильники под козырьками. Первый, второй и пятый подъезд. Я к девочкам, управляющую компанию, обращалась. Они писали письма. И до сих пор в основном не там. Хочем надеяться, что у нас все формы будут восстановлены и свет будет гореть. В управлении коммунального хозяйства и транспорта прокомментировали. Ремонт в этом дворе действительно был в прошлом году. Однако, к сожалению, подрядчик здесь работал недобросовестно. Реконструкция шла очень долго и оказалась не совсем качественной. Несколько раз мы его заставляли переделывать эти работы. В конце концов, работы были сданы. Сложно шел процесс. Сразу скажу, очень сложно было. И, видимо, сейчас управляющая компания обращается к подрядчику. Но тут все вопросы к подрядчику. Будем на него выходить любыми другими путями. Потому что гарантийное обязательство никто не отменял. Гарантийное обязательство три года после производства работы. Проспект Ленина в Абакане. Здесь такая проблема местных жителей. Беспокоит вот этот вот тополь. По словам людей, он портит эстетический вид этой территории. Шесть лет назад спецавтобаза ЖКХ срубила этот тополь. Однако не полностью. Люди хотят, чтобы это дерево отсюда полностью ликвидировали. Сейчас за эту территорию отвечает парковое хозяйство Абакана. Специалисты пояснили, что на следующей неделе полностью срубят это дерево. В объективе камеры. Сегодня в администрации Абакана состоялось заседание антинаркотической комиссии. В котором приняли участие полицейские города, сотрудники городских ведомств и управлений. Участники встречи подвели итоги профилактической операции МАК. С 18 по 27 июля стражи правопорядка проводили рейдовые мероприятия. Выявляли надписи на зданиях города и других объектах с предложениями о работе в сфере сбыта наркотиков. Как отметил глава Абакана Алексей Люмин, проблема очень серьезная. Если учитывать то, что поймать за руку тех, кто распространяет опасные вещества и предлагает сомнительный заработок, непросто. Есть предложение установить дополнительные средства видеофиксации. Из незаконного оборота изъято 21 793 грамма наркотических средств. Такие как марихуана, гашишное масло, наркотические средства, амфетаминовые группы, иные наркотические средства. Операция МАК – одно из профилактических рейдовых мероприятий, которое регулярно проводится в городе. Летом особое внимание к дикорастущим растениям. Дурманящая трава активно растет, распространяется по городу и всегда находятся те, кто готов найти ей незаконное применение. Специалисты администрации регулярно выявляют территории произрастания конопли. В основном это пустыри. Территория рядом с ЖД путями – частный жилой сектор. И хотя мест, где растут наркорастения с года в год становится меньше, из-за активной застройки уничтожают опасные стебли и химическим способом, и вручную. На площади чуть более 49 гектаров – это 138 выявленных участков произрастания дикорастущей конопли. Надо отметить, что в 2021 году, в прошлом году, таких очагов было выявлено больше и уничтожалось конопли на 159 участках. Но не только растения опасны. Угрозой для населения представляют им многочисленные надписи с предложениями о работе по сбыту наркотических средств. В Абакане с начала года выявлено больше ста таких объявлений. Их можно увидеть на остановках общественного транспорта, на фасадах многоэтажных домов, на гаражах и даже на скамейках в парке. К сожалению, лишь двоих авторов таких сомнительных граффити удалось задержать. По данным УВД города Абакана, за 7 месяцев текущего года выявлено 128 надписей, которые нанесены либо на здания, жилые дома, остановки, которые рекламируют продажу наркотических средств. При этом, при всем, профилактические меры позволили выявить пока только двух человек, которые данное правонарушение совершили, что явно недостаточно. Конечно, здесь, наверное, большое значение имеет превентивная работа, то есть установки камер видеонаблюдения. Если по состоянию на прошлый год их было 7, в этом году их уже 75. Назрела необходимость ставить камеры видеонаблюдения на общественных территориях, на улицах. Сегодня обсуждалась улица Ленина, возможно, это улица Щетинкина. Мы ждем предложений от УВД и будем дополнительно устанавливать камеры видеонаблюдения на данных общественных пространствах. Но найти только исполнителей – полдела, говорят участники антинаркотической комиссии. Самое основное – обнаружить и наказать заказчиков сомнительных объявлений, кто ведет работу по найму закладчиков и распространяет наркотики. И это совместная работа органов власти и правоохранительных структур. Кроме того, будет не лишней и помощь неравнодушных горожан. Конфиденциальность гарантируется. К трагической вести. Хакасия вновь скорбит. 21 августа, исполняя свой воинский долг в ходе специальной военной операции российских войск по защите мирных жителей Донбасса, погиб военнослужащий из Хакасии, рядовой контрактной службы Рашид Бердикенов. Ему было 46 лет. Рашид родом из села Кызлас Аскизского района. Служил в рядах Вооруженных сил России стрелком мотострелкового отделения. Посмертно представлен к ордену мужества. У него остались супруга и сын. Наша страна не раз переживала тяжелые времена и всегда находила в себе силы, чтобы выстоять и победить. Уверен, что так будет и сейчас. С такими словами к жителям нашей республики в социальных сетях обратился депутат Государственной Думы от Хакасии Сергей Сокол. Далее приводим выступление спикера в оригинале. В свете последних событий становится очевидным абсолютно террористический характер действий Украины, США и недружественных стран коллективного Запада. Я имею в виду взрыв автомобиля в Москве с дочерью идеолога и философа Александра Дугина Дарьей. Сейчас работают правоохранители, но уже понятно, что это следствие политики государственного терроризма Украины, как и попытки обстрела российских регионов Белгорода, Курска, Крыма, Севастополя. Решение президента о начале спецоперации по деноцификации и демилитаризации Украины являлось единственно возможным. Киевский режим уже признался в подготовке масштабной вооруженной атаки против ДНР и ЛНР. Спецоперация упредила этот удар. Сегодня Запад продолжает поставлять Украине оружие, инициирует новые санкции, пытается внести раскол в наше общество, бросая откровенные фейки в медиапространство. В этих условиях нам с вами как никогда требуется сохранять единство и демонстрировать поддержку курса президента. Отдельно я обращаюсь к тем, кто занимает ответственные посты в органах госвласти, на промышленных предприятиях, к лицам, допущенным в государственной тайне. В отношении вас могут применять различные провокации, подкуп, шантаж, чтобы заставить действовать в интересах государственной структуры Украины и стран Запада. Призываю не поддаваться на такие провокации, а во всех подобных фактах информировать российские спецслужбы, не подвергать опасности своих сограждан. Наша страна не раз переживала тяжелые времена и всегда находила в себе силы, чтобы выстоять и победить. Уверен, что так будет и сейчас. Берегите себя и своих близких. Сотрудники правоохранительных органов обращаются сегодня ко всем жителям Хакасии. Если вам стали поступать звонки, которые вызывают у вас беспокойство, сообщите об этом в Управлении ФСБ России по республике. Телефоны указаны на экране. К происшествиям. Следком по Красноярскому краю Хакасии возбудил уголовное дело после инцидента, который произошел накануне в пятой школе Абакана. Напомним, по соцсетям разлетелся ролик, в котором несколько мальчишек привязали своего сверстника к столбу пищевой пленкой. Стали смеяться над ним и снимать все происходящее на камеру. Под публикациями появилось множество комментариев, будто бы ребенок сам попросил привязать его к столбу. Шутки ради. В итоге следователи провели проверку и возбудили уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы человека». Оказалось, что на записи запечатлены четверо подростков в возрасте от 13 до 17 лет. Их объектом насмешек стал 13-летний мальчик. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия. Глава Абакана Алексей Лемин на своей странице ВКонтакте написал, что ведется и служебное расследование. Психологи и педагоги готовы оказать помощь. В Алтайском районе в ДТП серьезно пострадал 16-летний мотоциклист. Авария произошла в селе Подсиние. Десятиклассник на мотоцикле «Восход» не справился с управлением и на полной скорости влетел в припаркованные у дома легковушки. У парня открытый перелом голени со смещением, закрытый перелом предплечья. Он госпитализирован. Очевидцы рассказали, что мотоциклист начал тормозить ногами по земле, вероятнее всего из-за неисправности тормозной системы. Полицейские выяснили, что транспорт не зарегистрирован в ГИБДД, на него нет никаких документов. Со слов матери, мотоцикл ее сын прикатил от знакомого для ремонта. Почти два десятка нарушителей попались автополицейским Абакана только за утро. В нашем городе продолжаются усиленные рейды, которые решено было организовать в связи с резким ростом аварийности в регионе. Накануне под прицел инспекторов попали все нарушители дорожных правил. За непристегнутый ремень безопасности к ответственности привлечено 8 водителей. Еще одного транспортное средство поместили на штрафстоянку. Двое штрафовано за перевозку детей-пассажиров без специальных удерживающих устройств. А вот еще один рулевой был без водительского удостоверения. Его он никогда и не имел. Теперь ему грозит штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Рейды в городе продолжаются. Суд вынес приговор троим жителям Красноярского края и Хакасии за незаконный оборот золота. Все осужденные получили условные сроки. Следствием и судом установлено, что в период с ноября 2020 года по январь 2021 подсудимые перевезли из Хакасии в Красноярский край 6 слитков золота на общую сумму более 4 миллионов рублей. Сотрудники ФСБ изъяли драгоценный металл в гаражном боксе. Приговором суда двоим подсудимым дали 2 года лишения свободы, третьему – полтора года. Для всех это условные сроки. В Хакасии стало меньше фальшивых денег. Так, за полгода 2022 года эксперты выявили всего 4 поддельных купюры. В то время как за такой же период прошлого года специалисты обнаружили 38 фальшивых банкнот. В этом году мошенники чаще всего подделывали пятитысячные купюры образца 1997 года. В 2021-м фальшивомонетчики печатали не только банкноты 5000 рублей 1997 года, но и 2010 года, а еще тысячные купюры 2004 года. Специалисты отделения Банка России в Хакасии рекомендуют абаканцам быть бдительными и всегда проверять у банкноты как минимум три защитных признака. В водяных знаках должны быть отчетливые, темные и светлые участки по сравнению с общим фоном бумаги. Смотрим также, чтобы переходы между ними были плавными. Защитная нить с голографическим покрытием обязательно внедрена в бумагу. Микроперфорация на купюре не должна прощупываться и быть шероховатой. На немодифицированных банкнотах номиналом 5000 рублей на лицевой стороне при наклоне герб Хабаровска изменяет цвет смолиного на золотисто-зеленый. На более позднем выпуске банкноты номиналом 5000 рублей 2010 года по гербу перемещается яркая блестящая полоса. Если у вас в наличии сомнительная банкнота, не надо ей рассчитываться. Принесите ее в банк, там проведут экспертизу бесплатно. Ознакомиться с основными признаками подлинности банкнот можно на сайте или в мобильном приложении Банка России, а также на портале «Финансовая культура». Далее прервемся на рекламный блог, затем продолжим обзор событий дня. Теплая, модная, комфортная. Одежда осень-зима в Сибирском центре детской одежды. Известные бренды по привлекательным ценам. Действует доставка с примеркой. Вдохните новую жизнь в любимую мебель. Выбирайте накидки на диваны кресла в доме текстиля. Разнообразие цветов и размеров. Не сползают и не собираются. Удобно стирать, а цена доступная. Перекресток Кирова и Рыгина 21. Павильон «Текстиль» на китайском рынке. Рядом с отделом ковры. Свершилось! Мы вернулись к прежним ценам. Теперь подушки, одеяло, пледы, постельное белье, полотенца стоят дешевле. Так цена постельного белья на четверть ниже, чем у онлайн-продавцов. Дом текстиля. На перекрестке Кирова и Рыгина 21. Павильон «Текстиль». На китайском рынке. Рядом с отделом ковры. Доверьте заботу о чистоте вокруг вас блестящим специалистам своего дела. Профессиональная уборка помещений. Мытье балконов, лоджи и окон. Мойка натяжных потолков. Клининговая компания «Чистый дом». 264646. Покупайте линолеум мне как у всех. Экологически чистый линолеум «Таркет» с необычным дизайном. Акции и скидки каждый день. Особенный линолеум для своего дома выбирайте «Блавангаль». На Пушкино 221. Водолее суперрадиаторы по суперценам. Алюминиевый Би плюс Луна. Четыре секции. Всего за 1970 рублей. Ремонт будет супер. Водолей всегда ваш. Улица Игарская, 11. В республику поступила первая партия вакцины против гриппа для взрослых. За счет средств федерального бюджета получено более 68 тысяч доз препарата «Савигрипп». В настоящий момент они распределяются по медицинским организациям. Как рассказали эпидемиологи, осенью этого года в планах привить против сезонного гриппа 60% населения республики. Это позволит создать коллективный иммунитет и предупредить значительный рост заболеваемости в период эпидемического подъема. Согласно национальному календарю профилактических прививок, обязательную иммунизацию должны пройти дети с 6 месяцев, учащиеся с 1 по 11 классов, студенты, работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, беременные женщины, люди старше 60 лет, призывники, лица с хроническими заболеваниями. Поставить прививку нужно не позднее конца ноября. Как должен выглядеть современный город и современная система образования? Сегодня эти вопросы стали основными на ежегодной августовской педагогической конференции в Абакане. Коллективы лучших образовательных учреждений получили дипломы и благодарственные письма. А уже 1 сентября за парты в республиканской столице сядут почти 27 тысяч учеников, 3 тысячи из которых – это первоклассники. Посмотрите, сколько красивых и одухотворенных лиц. Это педагоги Абакана. В их образовательных учреждениях они энтузиасты и новаторы. Каждый год перед началом нового образовательного сезона они собираются вместе, чтобы обсудить планы на будущее. Тем более, что время не стоит на месте. Новые педагогические стандарты делают обучение в школе интересным и инновационным. Именно благодаря вам, вашим идеям, вашему опыту, вашему педагогическому творчеству, вашему серьезному отношению к нашим детям, наш Абакан качественно отличается как дошкольным, так и общим школьным образованием. Все мы это видим по итогам государственных выпускных экзаменов. Наши выпускники учатся в лучших учебных заведениях нашей страны. Все потому, что в городе Абакане живут самые лучшие и работают самые лучшие педагоги не только в Хакасии, но и всей нашей стране. Безусловно, всех интересует будущее. Куда мы стремимся, какие цели и задачи ставим сегодня. О перспективах развития на ближайшие несколько лет говорили представители администрации. В частности, первый докладчик, глава Абакана Алексей Лемин, рассказал о модернизации инфраструктуры. И в планах количество жилья, если все совпадет, если будет построена централизованная теплотрасса, закрыта котельная, с перспектива количество жилых домов в данном жилом районе как минимум удается. Значит, абаканским педагогам будет где развернуться, чтобы и дальше развивать и обучать юных горожан. Сегодня на сцену выходят заведующие детских садов, директора школ, коллективы которых стали победителями городских и республиканских смотр-конкурсов. За эффективную работу по апробации обновленных образовательных стандартов наградили и директора школы 29. Олеся Николаевна уже три года является ее руководителем. Это новое как в ее жизни, так и в жизни ее коллектива, потому что он сформирован почти с нуля. Мы продолжаем какие-то новые идеи воплощать. В этом году мы вновь набрали кадетские классы. Я думаю, что это направление мы одни из первых открыли именно в нашем городе, и мы его продолжаем. В этом году в городе Абакане запускается уже несколько кадетских классов в нескольких школах, которые тоже войдут в такое направление. Ну и, конечно же, абсолютно все школы с 1 сентября 2022 года начнут обучаться по обновленным в ГОС. Это, я думаю, что тоже новое в системе образования в этом году будет. Я прихожу в школу, и утро начинается с того, что я вижу глаза детей, горящие, искрящиеся, которым нужно то, что мы им преподносим, те знания, которые мы даем. И я рада, так же, как и все мои педагоги абсолютно, что если мы какую-то частичку знаний, частичку добра вложим в каждого из детей, это будет самое главное, наверное. Современная школа. Какая она? Один из ключевых вопросов встречи. Об этом рассуждала и начальник городского управления образования Ольга Николаевна Усольцева. И название конференции «Современному городу современное образование» это своеобразный призыв, приглашение к профессиональному разговору об особом времени, которое отчитывают наши педагогические числи, а также о готовности максимально этому времени соответствовать. Уважаемые коллеги, в работе нашей конференции примут участие более двух тысяч человек. Педагоги Абакана станут участниками профессионально-творческих встреч на восьми презентационных и конкурсных площадках, на тринадцати методических трек-площадках. И наши педагоги, и образовательные организации несомненно соответствуют. Елена Валерьевна руководит детским садом «Солнышко» уже 16 лет. Туда, как домой, ежедневно приходят самые маленькие ребятишки от полутора до трех лет. И благодаря любви воспитателей очень быстро адаптируются и развиваются. Эта работа постоянно приносит какие-то сюрпризы. И надо сказать, что сюрпризы в основном хорошие. Любой отрицательный поступок у людей, я стараюсь его преобразить в хорошее, позитивное отношение. Отношусь к этому позитивно и считаю, что нет плохих людей, тем более нет плохих детей. И за что я люблю свой детский сад, то что он домашний. Он очень домашний. Все, кто приходят к нам в гости, говорят, как хорошо у вас. Мы пришли как будто домой. Вот такие легкие, влюбленные в свое дело люди работают в детских садах, в центрах детского творчества, в школах. Многие профессии сегодня уходят в прошлое, но профессия педагога будет актуальна всегда. Сил, терпения и радости наши дорогие. С началом нового учебного года. Помните, что вы нам очень нужны. Екатерина Шахаева, Андрей Оралов. Новости. 30 семей в ближайшие дни получат денежные сертификаты на подготовку детей к новому учебному году. Все это в рамках благотворительной акции «Абакан идет в школу», которая ежегодно проходит накануне 1 сентября. Помимо финансовой помощи нуждающимся семьям будут вручены канцелярские наборы и многое другое. Сегодня в Управлении культуры, молодежи и спорта были вручены первые сертификаты на приобретение школьной одежды. Подробнее об акции, а также о том, как принять в ней участие, расскажет Ксения Рихлова. Благотворительная акция «Абакан идет в школу» уже стала доброй традицией для нашего города. Проходит она уже в пятый раз. Благодаря неравнодушным горожанам, трудовым коллективам и предприятиям на сегодняшний день удалось собрать уже 90 тысяч рублей. А это значит, что 30 нуждающихся семей получат сертификаты на покупку одежды и обуви для школьников. Сегодня первые из них были вручены дедушке, который один воспитывает пятерых внуков. Каждый из них – ученик. Акция Анатолия Егоровича традиционная. Все управления города объединяет. «Абакан идет в школу» называется. Проходит в пятый раз. И так как у нас Управление культуры, молодежи и спорта – один из самых активнейших участников, а в этом году Управление для детей собрало очень весомую сумму на денежные сертификаты, на приобретение одежды, обуви, школьных принадлежностей. Наша акция выходит на свою финишную прямую. В школах уже активно выдаются наборы с канцелярскими товарами. Но нашей большой радостью и даже гордостью является то, что в этом году нам удалось собрать довольно весомую сумму для приобретения сертификатов на одежду и обувь для детей. Вот такие сертификаты мы всеми сейчас начнем передавать. На сертификаты может быть приобретена школьная одежда, обувь, спортивная обувь. Ну и все-все-все школьные принадлежности, которые так важны в преддверии начала нового учебного года. Но поскольку акция еще не закончена, мы призываем всех абаканцев, трудовые коллективы присоединиться. Можно просто использовать наш QR-код и пожертвовать любую сумму. Только задумайтесь, ваши 100-200 рублей могут стать частью нового портфеля для ученика или столь нужной спортивной амуниции. Так что малой частью легко присоединиться к большому доброму делу. До 3 сентября любой желающий может сделать свой маленький вклад в общее доброе дело – помочь ребятам, чьи семьи оказались в сложной жизненной ситуации. И оказать эту помощь можно не только деньгами. Подарить детям радость, а вместе с ней и новенький пенал, альбом для рисования и красивый школьный ранец – совсем не сложно. Достаточно в магазине вместе со своими покупками захватить всего пару тетрадок и оставить их в корзине добра. Такие корзинки расположены в больших сетевых магазинах у дома. Помимо этого, принести канцелярию можно в любую абаканскую школу или центр детского творчества. Акция «Абакан» идет в школу, продлится до 3 сентября. И принять участие в ней очень просто. Во всех магазинах рядом с вашим домом расположены вот такие корзинки добра. Набор, стандартный набор для школьника обошелся мне всего в 139 рублей. Вы можете купить буквально пару тетрадок, пару ручек и оставить здесь, вот в этой вот корзинке. И можете быть уверенными, что все канцелярские принадлежности обязательно дойдут до тех, кто в них очень нуждается. Давайте делать добро вместе. Ксения Рихлова, Владислав Воронов, Новости. Отныне российские семьи могут рассчитываться средствами маткапитала за обучение детей у частных преподавателей или же за садики, зарегистрированные как ИП. Напомним, раньше оплатить такие услуги родители могли только в том случае, если их предоставляли юрлица. С середины августа Пенсионный фонд Хакасии уже принимает заявление по новым правилам. Все подробности в следующем сюжете. Рассчитаться маткапиталом родители могут не только за домашних репетиторов и нянь, но и за услуги частных садиков и школ. Если вы все же решились доверить ребенка няне или преподавателю на дому, либо дать в негосударственный детсад или школу, убедитесь, что они документально оформлены как ИП. Самозанятые сюда не относятся. Семье также нужно проверить, что у предпринимателя есть гослицензия на оказание образовательных услуг. При данном направлении человек, гражданин, при заключении договора, должен сам удостовериться в наличии этой лицензии у данного индивидуального предпринимателя. Как это проверить? Либо также с этим индивидуальным предпринимателем обговорить этот вопрос, либо самостоятельно посмотреть, есть официальный ресурс Рособорнадзора, где, насколько мне известно, все выданные лицензии, то есть там можно проверить. Для того, чтобы оплатить маткапиталом услуги частных педагогов и нянь, родителям нужно предоставить пенсионный фонд заявление и заключенный с ИП договор, в котором будет указана стоимость услуг. Документы можно подать в ПФР, либо дистанционно через госуслуги, или на сайте пенсионного фонда. Но в этом случае оригинал договора все равно необходимо лично принести в ведомство. Срок рассмотрения заявления до 20 дней. После принятия положительного решения деньги на счет семьи приходят в течение пяти дней. Если граждане хотят направить средства материнского капитала на образовательные услуги и у индивидуального предпринимателя, связанные с дошкольным образованием, то подать заявление можно, не дожидаясь трехлетнего возраста ребенка, который дал право. Если же речь идет об образовании по основным программам или дополнительным программам, тогда заявление распоряжения можно будет подать только после достижения трехлетнего возраста ребенка, который дал право. Отметим, обучение детей за счет средств маткапитала очень популярно среди жителей республики и находится на втором месте по востребованности после покупки семьями жилья. За время действия программы родители из Хакасии оплачивали частные детские сады и школы средствами материнского капитала на сумму более чем 200 миллионов рублей. Добавим, на сегодняшний день маткапитал на первенца составляет 524 тысячи рублей. За второго ребенка 168 тысяч – это при условии, что семья уже получала сертификат за первого малыша, рожденного после 2020-го. 693 тысячи платит государство за второго малыша в семье, где не получали материнский капитал за рождение первого. Надежда Савельева, Андрей Аралов. Новости. В Рособорнадзоре рассказали, какие изменения будут в заданиях ЕГЭ 2023 года. Опубликованы проекты контрольных измерительных материалов. Об этом пишет Российская газета. Так, в экзамене по истории будет не менее 20% заданий по теме Великой Отечественной войны. В экзаменационную работу включено задание на знание фактов истории войны и на умение сравнивать исторические события, процессы и явления. В тестах по русскому языку обновлены орфоэпический словник и словарик паронимов. Сняты ограничения на максимальный объем сочинения. В базовой математике задания будут сгруппированы по тематическим блокам. В экзамене по физике, кроме задач на применение законов Ньютона и законов сохранения в механике, добавлены задачи по статике. Опубликованные проекты, или как их еще называют демоверсии, станут основой для экзаменационных материалов в новом учебном году. Хакасия примет участие во втором межрегиональном фестивале «Дни заповедных территорий». Это событие акцентирует внимание общества на вопросах охраны окружающей среды, защите особо охраняемых природных территорий России, а также на добровольческой деятельности в сфере экологии. Уже сегодня на участке Аглахты стартовал заповедный маршрут «Древними тропами». Сегодня читатели Национальной библиотеки отправились на участок Аглахты, на эколого-просветительское мероприятие. Заповедный маршрут «Древними тропами» включил в себя рассказ об истории заповедника, обо всех девяти его кластерах и экскурсию в поселок предков. Библиотекари и читатели познакомились с уникальной культурой Хакасии, узнали, какие исследования ведутся на ее территории, увидели реконструкции жилищ древних цивилизаций. Такой маршрут организовали сотрудники библиотеки и Государственного природного заповедника «Хакасский» для участия во втором межрегиональном фестивале «Дни заповедных территорий». Его формат предполагает проведение эколого-просветительских мероприятий, объединенных общей темой. Так, библиотекари страны и федеральные государственные учреждения готовят тематические мероприятия – видеоэкскурсии, лекции, мастер-классы. Затем публикуют опыт на своих информационных источниках для того, чтобы все желающие могли познакомиться с заповедными территориями того или иного района. Также итогом фестиваля станет фотовыставка, где будут запечатлены животные, занесенные в Красную книгу России. География нынешнего фестиваля насчитывает 16 регионов, 19 библиотек и 16 особо охраняемых природных территорий, что очень много. Продолжаем следить за развитием событий и подведением итогов. На этом пока все. Еще больше новостей на нашем сайте abacan24.ru. Кроме того, подписывайтесь на нас в телеграм-канале abacan24 и во всех социальных сетях. QR-код вы видите на своих экранах. Присоединяйтесь. До свидания и всего вам самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин